Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем чтение книги Деяний Святых Апостолов. И сегодня мы будем читать третью главу этой книги. Первая тема с первого стиха по девятый апостол Петр исцеляет храмово. И мы читаем с первого стиха и ниже. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой. В час молитвы девятой, час вечерней жертвы около трех часов по полудню. Смотрите исход 29, 39 по 42. И был человек хромой, отчая у матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными. Красные двери, литые из меди, вели в женский двор, примыкающий к внутреннему двору храма с востока. Которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказал «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. «Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа Назорея, встань и ходи». Итак, вот этому чуду исцеления храмово предшествует то, что апостолы всмотрелись в этого человека. Что же они хотели высмотреть в нем? Был такой дар, он описан в Новом Завете, дар развлечения духов. И, скорее всего, апостолы имели этот дар. И, смотревшись в этого человека, они увидели, что у него достаточно веры, чтобы ответить согласием на это чудо. Потому что чудо, любое Божье чудо – это обоюдный процесс. Это действие со стороны Бога, согласие людей. Помните, как сказано, что в Капернауме Христос не сотворил ни одного чуда по неверию их? Почему это важно? Чтобы чудо достигало бы согласия между Богом, который посылает это чудо, и людьми, которые его принимают. В противном случае чудо являлось бы насилием над свободной волей человека. Поэтому подлинное чудо всегда оставляет, с одной стороны, место для сомнения, а с другой стороны, оно не насилует свободную волю человека. И Христос часто говорил, веришь ли, что я могу это сделать? И когда слышал в ответ, что люди верят, то тогда он совершал то или иное чудо. А если бы Господь убеждал бы нас каскадом чудес с неба, это было бы насилие над нашей свободной волей. Итак, Петр говорит, во имя Иисуса Христа на заре и встань и ходи. И, взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колени. «И вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача и хваля Бога». То есть этот человек был удивлен, как его ноги укрепились, и он как бы перепроверяет вот эту ситуацию. Он не просто идет, он скочит на месте, подпрыгивает, то есть пребывает в радости. У пророка Исаии было предсказано, что когда наступает мессианская эра, то хромой будет скакать от радости, немой будет петь. И буквально это и исполнилось в этот момент. Поэтому вот это уточнение, что он скакал от радости, это как бы некая аллюзия, которая выводит нас на пророческие тексты Исаии. «И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни». Потому что на больше он и не мог рассчитывать, как только на то, что люди подавали ему. Конечно, люди всегда испытывают некое сострадание к таким людям, к инвалидам. Господь и попускает, чтобы среди нас были инвалиды, чтобы перепроверить нас. Любой инвалид — это некая такая лакмусовая бумажка, которая подсказывает, что мы сами-то не нравственные и моральные инвалиды. То есть нравственность общества определяется из отношения общества именно к таким людям. «И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни». А у красных дверей он сидел, это как бы женская часть. Женщины, они более сердцебольные, они подают более охотно. «И исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним». То есть всем было непонятно, как такое могло произойти. Конечно, удивительно то, что никто как бы не ставит под сомнение это чудо. А это указание на то, что как бы его дефект был настолько явный, может быть, ноги были совершенно неразвиты, что чудо, произошедшее, не оставило никаких сомнений. Все пребывают в ужасе и трепете. Действительно, когда чудесная реальность обнаруживает себя в нашей повседневности, порой мы даже не знаем, как к этому относиться. «И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумление сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов». А вот Соломонов притвор был не только для иудеев, но и для всех любопытных, которые могли только сюда зайти, на территорию храма, потому что в сам храм входили только правоверные, а во святая святых, в дибир, только персвященник, и только один раз в год. «Увидев это, Петр сказал народу, мужи израильские, что дивитесь сему, или что смотрите на нас, как будто мы своей силой или благочестием сделали то, что он хочет». Вот эта фраза Петра имеет очень большое значение, потому что иногда люди делят священников на благодатных и не очень благодатных, оценивая их по наличию или отсутствию у них благочестия. Но таинства церкви совершаются не в силу благочестия священника, а в силу того поручения, которое дано священнику от Христа через церковь. И когда Петр говорит, как будто бы мы своей силой или благочестием сделали то, что уходит, косвенно он затрагивает вопрос о достойных и недостойных и устанавливает, что личное благочестие здесь оно ни при чем. Потому что благодать Божия по учению церкви с акцентом на известные библейские тексты, она действует и через недостойных. Как Христос говорил, «Моисеям вседалище сели книжники и фарисеи, так все, что велят вам делать, делайте, но по делам их не поступайте, ибо они говорят, но не делают». Итак, Петр продолжает свою речь, «Бог Авраама и Исаака и Якова, Бог отцов наших, прославил сына своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись пред лицом Пилата». А когда они отреклись от него, пред лицом Пилата, когда они кричали, нету над нами правителя, кроме Кесаря, то есть отвергли Мессию Израиля и прогласили приоритеты Кесаря. И потом Господь оставит их один на один с Кесарем, когда римские войска окружат Иерусалим, они сами как бы сделали этот свой выбор. «Которого вы предали, от которого отреклись пред лицом Пилата». Тогда же они кричали, «Кровь его на нас и на детях наших». «Когда он полагал освободить его». То есть сам Пилат хотел освободить Иисуса. «Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человеку-убийцу». То есть они избрали избрали Варавву, который совершил убийство, а Иисуса отвергли, потому что был шанс отпустить Иисуса Христа, так как на Пасху положено было отпускать одного узника. Здесь Варавва называется человеком-убийцей, но Библией первым человеку-убийцей изначально называется дьявол, потому что через него грех и смерть вошли в этот мир. Таким образом, выбор был не между Христом и Вараввой, которого мало кто мог знать, кто это такой, а между Христом и дьяволом. И толпа, выбирая между Христом и дьяволом, этим человеку-убийцей от начала, всегда будет избирать дьявола. Поэтому христиане дистанцируются от как раз инстинктов толпы, от выбора толпы. Мы не идем по широкому, пространному пути. Большинство всегда избираем узкий путь христианина. Начальника жизни убили, продолжает апостол Петр, это уже 15 стих, всего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. Вот здесь надо обратить внимание на то, что в одних случаях говорится, что Бог, Отец, воскресил Христа из мертвых, а в других случаях говорится, что сам Христос воскрес из мертвых, ведь Он сам говорил о себе, я имею власть отдать жизнь и взять ее назад. Поэтому, когда мы говорим о чуде воскресения Христа, мы говорим, что это, да, было по воле Отца, но действием ипостаси самого Сына в Духе Святом. То есть, это дело всех лиц Святой Троицы. Начальника жизни убили, всего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя Его, имя Его укрепилось Его, то есть, апостолы рассмотрели веру в этом человеке, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, то есть, источник веры это Бог, даровала Ему, то есть, бывшему Хромому, исцеление сие перед всеми вами. Далее, апостол Петр пытается как бы оправдать весь еврейский народ за то злодеяние, которое они причинили Сыну Божию. И не только иудейский народ он оправдывает, но и их начальников. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. И Христос постоянно именно в этом обстоятельстве тоже ищет оправдание для погубивших его, когда он молится, прости им, они сами не знают, что они делают. Дело в том, что в законе Божьем непреднамеренный грех не наказывался так строго, как грех преднамеренный. Поэтому эти слова, эти слова, это слова надежды. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это поневеденье. Боже, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. То есть, если бы не было попущения Божьего, вы не смогли бы ничего причинить Христу. И мы помним слова Христа, когда он говорил, неужели вы думаете, я не могу молить Отца, и он не пошлет мне легион ангелов, которые вступятся за меня. То есть, Христос сам шел на страдания вольные, то есть, добровольные. Итак, покайтесь и обратитесь, непреднамеренный грех тоже нуждался в покаянии, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена от рады от лица Господа, и да пошлет он предназначенного вам, Иисуса Христа. А почему вот этот акцент предназначенного вам? Потому что Христос прежде всего пришел к еврейскому народу. Как он и говорил апостолам, 10 глава от Матфея посыла их на проповедь, идите наипачи, то есть, прежде всего, к погибшим овцам дома Израилева. А на вопрошание хананиянке он сказал, плохо взять хлеб у детей и бросить псам. И да пошлет он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего. То есть, он вознесся, но там будет находиться до определенного времени. Что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века? Моисей сказал отцам, Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам, и будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. Блаженный Феофилак задается вопросом, почему Христа называют здесь пророком? Потому что, если бы Петр сказал, что Христос Бог, то его проповедь сразу бы на этом закончилась. Поэтому Петр говорит с ними, как бы сообразуя свою речь с тем уровнем, который они имели. Например, когда мы общаемся с мусульманами, очень важно сказать им, да, вот вы почитаете Христа пророком, и у Моисея он тоже называется пророком, и мы, христиане, признаем, что он тоже совершал пророческое служение. Дело в том, что в православном догматическом богословии говорится о человечестве Христа Иисуса, что было три аспекта его служения в истинном человечестве как царя, как пророка и как пересвященника. А если люди принимают его хотя бы как пророка, дальше мы открываем им тайну о том, что он Бог, но чисто механически мы не можем ее открыть, только действуем Духа Святаго. Как и сказано, никто не может назвать Иисуса Господом как только Духом Святым. Поэтому Петр, а далее мы увидим и архидиакон Стефан в своей проповеди приводит вот эти слова Моисея, где Христос называется пророком, хотя они понимали, что он Бог. Далее 24 стих. И все пророки от Самуила и после него сколько их не говорили, также предвозвестили Данисии, то есть и Моисея, и все пророки свидетельствовали о Христе. Вы сыны пророков Изабета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму и в семени твоем благословятся все племена земные. Когда Бог говорил Аврааму в семени твоем, по-еврейски семена это зарим, но в свидетельстве Бога Аврааму говорится в семени как об одном, не обо всем семени, а об одном от семени Авраама, через которого придет благословение к всем народам земли. А через какого потомка Авраама пришло благословение всем народам земли, только через Христа. Он по плоти потомок Давида и Авраама. Никто бы не узнал закона Моисеева, десяти заповедей, если бы не проповедь, а апостолов, когда Христос послал их по всему миру идти проповедовать. И в семени Твоем благословятся все племена земные, когда принимают крещение, через мир помазания облачаются в царственное священческое достоинство и становятся членами церкви. И последние слова этой главы. Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Действительно, Бог, воскресив Сына Своего Иисуса Христа, к ним первым послал свидетельство об этом воскресении, которое запечатлено действием Духа Святаго с Дня Святой Пятидесятницы и теперь апостол Петр в Духе Святом свидетельствует эту истину. Субтитры Субтитры Субтитры